Правосудие по-украински, виновные в убийстве Бузины все еще не наказаны. Правосудие по-украински, виновные в убийстве Бузины все еще не наказаны. 2.1 РИА новости и могила Олеса Бузины. РИА новости. Киев, 16 апреля новости. Виновные в убийстве украинского журналиста и писателя Олеса Бузины спустя 4 года после того, как его застрелили в Киеве, так и не наказаны. Дело передано в суд. В совершении преступления подозревают двух националистов. Их защита считает дело бесперспективным и ожидает, что приговор будет не скоро. Спустя несколько лет судебных слушаний прокуратура только зачитала обвинения. Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта «Риададрю», был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них в голову. Дело возбудили по статье «Умышленное убийство». Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста. 8 декабря 2018 года, 11.17. Адвокат назвал условия для справедливого расследования убийства Бузины. Эксперты неоднократно называли это убийство политическими и сомневались в его раскрытии при действующей украинской власти. Адвокат матери Бузины Ренат Кузьмин считает, что к гибели журналиста причастны правоохранительные органы Украины. А глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер, обращаясь к матери погибшего журналиста, заявляла, что в ООН обеспокоены ненадлежащим расследованием убийства, как и в других делах относительно журналистов. Фемида не спешит. Президент Украины Петр Порошенко назвал делом чести для украинской власти раскрыть это преступление. Уже через два месяца после убийства журналиста глава МВД Украины Арсен Аваков сделал громкое заявление о раскрытии дела. По его словам, силовики в ходе проведения спецоперации задержали двух исполнителей преступления Андрея Медведько и Дениса Полищука. Оба задержанных были бойцами националистических батальонов и принимали участие в боевых действиях в Донбассе. 12 июля 2018 года, 16.50. Об Олесе Бузине и его матери. В связи с недостаточностью доказательств суд в конце 2015 года отпустил обоих подозреваемых под частичный домашний арест с 19.00 до 8.00. После этого они начали активную общественную деятельность в составе одной из правозащитных организаций. В августе 2017 года мать украинского журналиста подала иск в Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ. Тогда Кузьмин пояснял, что издевательство украинской власти над Валентиной Бузиной вынудили ее обратиться в ЕСПЧ. Она, как и адвокаты, была недовольно длительным расследованием дела и безнаказанностью виновных. Дело было передано в суд для рассмотрения по сути в феврале 2018 года. Его согласились рассматривать судом присяжных. В апреле 2019 года дело сдвинулось с мертвой точки. Представители прокуратуры зачитали на заседании 30 страниц обвинений в адрес националистов, а суд определил даты заседания до июля. 5 августа 2018 года. 8 часов. Журналистов на Украине убивают и сажают в тюрьму за правду. Политическое убийство. Мать Бузину считает, что ее сын был патриотом и погиб за Украину. Мой сын настоящий патриот Украины. Убит молодой человек, прежде всего, не писатель, не журналист. Мой сын и человек на 46-м году жизни. Он говорил правду. Он не боялся говорить правду. Он не прятался. Он не покинул Украину. Он умер за нее, сказала журналистам Валентина Бузина. При этом ряд украинских политиков неоднократно заявляли, что убийства Бузины носят политический характер. В частности, партия «Оппозиционный блок» требовала поставить точку в расследовании как можно скорее и даже зарегистрировала в Верховной Раде постановление о создании специальной комиссии по расследованию убийства журналиста. Однако эта инициатива даже не выносилась на голосование в парламент. Партия направляла также обращение с просьбой разобраться в ситуации президента Украины, Генеральной прокуратуре и послам других государств. Но отклика на эту инициативу так и не получила. 7 сентября 2018 года, 17.34. Слушания по делу об убийстве Олеса Бузины могут обнулить, пишут СМИ. Бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин, который в настоящее время в качестве адвоката представляет интересы матери погибшего журналиста, считает, что в убийстве принимали участие сотрудники правоохранительных органов, поэтому дело должно расследоваться по статье «Убийство», совершенное по заказу. По его мнению, ставшие нормой на Украине преступления радикалов укладываются в идеологию новой украинской власти и совершаются либо по приказу власти, либо по согласованию с ней. «Если бывшие сотрудники правоохранительных органов Украины действительно виновны и этому есть доказательства, то дело в их отношении должно быть направлено в суд. А если они невиновны, то генпрокурор должен установить настоящих виновных и наказать тех, кто водил за нас общественность все это время», написал адвокат на своей странице в Facebook накануне второй годовщины убийства журналиста. 19 сентября 2018 года, 13.33. В ООН сообщили об увеличении числа нападения на работников СМИ на Украине. Свобода слова на Украине. В последние годы ситуация со свободой слова на Украине значительно ухудшилась, а количество преступлений против журналистов постоянно растет. Несмотря на то, что глава МВД Украины оценил свободу слова на Украине на 5 с плюсом, счет случаям притеснения журналистов в стране идет на десятки. Ранее МИД РФ призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Международные правозащитные организации, в частности, Amnesty International не раз критиковали украинскую власть за то, что она закрывает глаза на преступления в отношении журналистов. В частности, начале января 2018 года интернет-издание «Страна.юэй» сообщило, что украинские радикалы националистической организации С-14 ворвались в редакцию сайта «Союз православных журналистов» в центре Киева. По данным украинских СМИ, радикалы заявили, что в офисе находится экстремистская литература. СМИ отмечали, что сотрудники сайта вызвали полицию, после приезда которой радикалы покинули помещение, забрав с собой жесткий диск одного из компьютеров. 22 ноября 2018 года, 16.25 Киев раскручивает дело Вышиского, заявил Лукашевич и давлению подверглась и сама страна. «Юэй». В отношении ее главного редактора Игоря Гужева на Украине возбуждены два уголовных дела, из-за чего он был вынужден уехать в Австрию. Журналист заявил, что испытывает давление со стороны действующей власти, в частности Порошенко. Также Гужева сообщал, что ему угрожали физической расправой. В декабре 2017 года неизвестные в Балаклавах заблокировали здание «Ньюс-1» в Киеве, пояснив это несогласием с политикой телеканала и потребовав извинения от депутата парламента и собственника телеканала Евгения Мурева, который ранее назвал Евромайдан государственным переворотом. Телеканал обвинил в блокировании власти и попросил Авакова и Порошенко защитить свободу слова от псевдоактивистов. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томилиенко заявил, что расценивает блокирование «Ньюс-1» как давление на СМИ и угрозу физической безопасности журналистам. Позже Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что проверит «Ньюс-1» из-за высказываний гостей о госперевороте в стране в 2014 году. 20 декабря 2018 года, 19-20. Лукашевич назвал число убитых сотрудников СМИ на Украине за 4 года. Более того, нераскрытым уже почти 2 года остается убийство журналиста Павла Шеремета, которого 20 июля 2016 года подорвали в собственном автомобиле в центре Киева. Он около 10 лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале. Последние 5 лет жил в Киеве, работал в интернет-издании «Украинская правда», а также на радиовести. Следствие считает межзапрофессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». На Украине также погибли и другие известные представители СМИ. Среди них журналист газеты «Спорт Аналитик» Игорь Костенко, которого застрелили в ходе протестов на Майдане Незалежности, площади Независимости, в столице Украины. Репортер газеты «Вести» Вячеслав Веремий был жестоко избит и застрелен группой лиц в центре Киева. Кроме того, в ходе освещения боевых действий в Донбассе погибли фотокорреспондент «МИА Россия» сегодня Андрей Стенин, фотокорреспондент газеты «Сегодня» Сергей Николаев, а также сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. 22 февраля, 8 часов у украинских СМИ закончились враги. Приходится травить друзей.